Вопрос о повышении цен за проезд в городском транспорте был поднят в марте, когда Ассоциация автотранспортников Архангельской области представила в Агентство по тарифам и ценам документы с расчетами себестоимости перевозок. Согласно цифрам, чтобы покрыть все расходы на содержание машины зарплату работникам, одна поездка в автобусе должна стоить не менее 25 рублей. Чиновники с позиции перевозчиков не согласились. Результатом анализа был сделан вывод, что при существующем качестве предоставления услуг и при существующем автопарке действующий тариф достаточен для того, чтобы все предприятия покрыли свои производственные расходы. Последний раз ценник на билетах менялся два года назад. За это время подорожали дизельное топливо и автозапчасти. Кроме того, за счет перевозчиков были приобретены валидаторы. При этом зарплаты работников общественного транспорта остались на прежнем уровне. Желающих начать или продолжать карьеру в отрасли становится все меньше. Соответственно, сокращается количество машин, выходящих на линии. Многие перевозчики заканчивают работу в 8 вечера, ибо ездить позже попросту нерентабельно. Мы экономим на топливе, мы экономим на заработ на плате водителей, экономим на резине. Мы поставлены в такие условия, мы поставлены в условия выживания. Вот. Может быть, когда-то, если при таком подходе, то, может, вообще будем только пиковый период работать, а остальное стоять. Уже два года в России действует федеральный закон, который при определенных условиях позволяет перевозчикам устанавливать свои цены. Такая политика могла бы помочь хотя бы некоторым предприятиям приобрести современные комфортабельные автобусы. Но, чтобы перевозки на них окупались, стоимость проезда необходимо поднять выше 30 рублей. Мы спросили горожан, готовы ли они переплатить за проезд, если качество станет выше. Да, можно это за то, что они будут ходить часто и комфортабельно, и чистые, не такие грязные автобусы. Да, почему бы и нет. Если реально все лучше станет, то да. Чтобы общественный транспорт Архангельска развивался, мало сделать работу перевозчиков окупаемой, говорят специалисты. Предприятия должны получать прибыль, чтобы обновлять автопарк и повышать зарплаты водителям. Если сравнить столицу Поморья с соседними регионами, получается, в лояльности ценовой политике мы уступаем лишь Сыктывкару. В главных городах Карелии, Вологодской и Мурманской областей проезд в автобусах гораздо дороже. При том, что размеры Архангельска почти на четверть больше Петрозаводска, Вологды, Сыктывкара и Мурманска.